Евгений Олегович, начну, наверное, с самого обширного, сложного, наверное, вопроса, потому что он не имеет такого простого ответа, но, может быть, у вас он есть. Это какие вызовы стоят сейчас перед украинцами, главные, вот с чем сталкивается не страна в целом, а вот каждый гражданин, ну, если так, собирательный образ. Вот что нам надо делать, какие задачи нам надо решать, какие вызовы перед нами стоят? Ну, наверняка надо делить, вот если там, где мое мнение экспертное, где речь идет о здоровье людей, у нас же разные вызовы, да, есть вызовы в политической сфере, в экономической, да, в медицинской, в педагогической, везде свои вызовы, да, и, конечно, самый острый вызов в медицинской сфере – это психическое здоровье наших соотечественников. И я вынужден констатировать, что когда у меня спрашивают о самой острой медицинской проблеме, я начинаю с этого, ну, наверное, с осени, с осени. И эта проблема остается, более того, она нарастает. Я вижу огромное количество писем с вопросами на эту тему, мы стараемся реагировать. Я вижу, что это тоже очень показательно, что по мере того, как мы сейчас вот стараемся на моих ресурсах с командой, с друзьями раскрывать тему психологической помощи, диагностики психологических проблем, становится намного больше вопросов на эту тему. То есть чем больше мы говорим, тем больше вопросов. Люди понимают, что состояние, в котором они сейчас находятся, вот это синдром отложенной жизни, когда мы всё будем делать после войны, от ремонта до контроля собственного здоровья. Это постоянное ощущение вины, то, что мы называем синдром уцелевшего. То есть я жив, а мои друзья или побратимы, соседи погибли, или у меня дом уцелел, а тут вот этот синдром уцелевшего, чувство вины, тоже огромное количество людей преследует. Я уже не говорю о том, что отсутствие понятных перспектив, отсутствие внятного горизонта планирования, по большому счёту, мешает нам всем, очень сильно мешает нам жить и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Ну и, конечно же, главная и очень для меня актуальная вишенка на торте состоит в том, что психически больные взрослые, а здоровых нет. Психически больные взрослые находятся рядом с детьми. Соответственно, психически здоровых детей тоже нет. И этим надо заниматься на уровне государственной политики. Более того, если ты чувствуешь себя психически здоровым, ты просто не диагностирован, понимаешь? Тебе надо помочь, а у нас на каждого психо... Тут же, понимаете, в чём мы имеем ситуацию? Мы имеем ситуацию, когда нам необходимо самолечение, когда психотерапевтов на всех не хватит, когда каждый гражданин страны должен получить базовую информацию по принципам самодиагностики основных психологических расстройств и принципам самостоятельной коррекции, это два и третье, и он сам и все вокруг должны знать основные критерии, указывающие на то, что этот человек не должен оставаться один на один со своими проблемами. Вот именно этого человека надо срочно к психотерапевту, к терапевту, к психиатру, к кому-то, кто будет ему помогать. Евгений Олегович, правильно ли я понимаю, что у нас вопрос нестачи психологов, психотерапевтов стоит сейчас очень остро, и надо этот вопрос как-то решать на государственном уровне, поскольку самодиагностика и самолечение – это хорошо, но когда тебя консультирует профессионал и выводит из этого состояния, ну это же, наверное, гораздо эффективнее. Вась, я все понимаю, но мы не найдем психотерапевтов на 40 миллионов человек. Даже если это будет понятно, что государственная политика, вне всякого сомнения, должна, она должна оформить систему сортировки пострадавших от тех, кто будет заниматься самолечением, до тех, кому нужна госпитализация. Да, это мы должны, но в целом огромное количество людей могут помочь себе сами, но должны получить в руки от государства инструменты. Ну хотя бы потому, что на сегодня самым удобным, по большому счету, способом донести массовую информацию является телевидение. Да, но если каждый бы человек знал, что каждый день с 18 до 20.00 по телевидению будет, условно, два часа психологов. Два часа в самый вечерний прайм. Но поскольку телевидение на сегодня в условиях военного времени, я надеюсь, что именно в условиях военного времени и не далее полностью монополизировано государство, то хотелось бы, чтобы государство этим и занималось, вне всякого сомнения. То есть если бы у нас сейчас была эпидемия соплей, я бы был готов каждый день рассказывать где угодно, что с этими соплями делать, понимаете? Но у нас эпидемия психических расстройств, стрессов, психозов, депрессий, суицидов, панических атак и так далее. Вот это все то, с чем надо заниматься. Я уже сказал, что попросил читателей, подписчиков на Фейсбук задать свои вопросы. Я начну с вопроса от Игоря Масичука, экс-народного депутата. Он пишет. «Джо Байден подписал закон, которым обязал спецслужбы США обнародовать имеющиеся у них данные о происхождении COVID-19. Очевидно, что это сделано в пику визита Си в Москву, которым он легализует и отбеливает Путина. Может ли, уважаемый Евгений Олегович, догадываться, что такого обнародуют спецслужбы США, откуда взялся коронавирус?» Самое грустное в том, что какими бы ни были результаты обнародования, это никоим образом не повлияет на наши действия, на действия рядового человека. То есть в мир вырвался вирус, к которому ни у одного жителя земного шара не было защиты иммунной. То есть мы все были иммунно-стерильны по отношению к этому вирусу. Кроме этого, оказалось, что этот вирус с легкостью передается от человека к человеку. То есть у него был абсолютный 100% пандемический потенциал, и вирус этот потенциал реализовал таки на 100%, поскольку трудно себе представить, что где-то в какой-нибудь более-менее стране, где есть люди, есть человек без антител. То есть все с этим вирусом встретились. Теперь гадают многие. С самого начала были версии о том, что вирус имеет природное происхождение или модифицирован в лаборатории. Он был в лаборатории, он оттуда вырвался из лаборатории, или с ним что-то сделали и так далее. Вопросов много. Вполне возможно, что будут опубликованы данные о том, что о потенциальной угрозе вируса, о том, что была утечка из лаборатории, знали, но скрывали. Могут быть данные о том, что есть генетическая информация, которая могла быть использована при создании вакцин, но эта расшифровка генетической информации была скрыта. Что есть потенциальные животные, которые могли стать прародителями вируса, потому что у этих животных, как сейчас обсуждают там очень сильно, тему енотовидных собак, которые продавались на рынке в Ухане, и вроде как только недавно появились в открытом доступе смывы. То есть там они до того, как закрыть этот рынок, или сразу после того, как закрыли, они взяли там образцы отовсюду, со всех прилавков, со всех остатков, остатков мяса, клеток с животными, и всё, и всё, и всё это обследовали. Но некоторые из этих материалов стали доступны только сейчас. И, например, там, где были енотовидные собаки, обнаружились вирусы, вот именно те, которые были первородные уханьские. Короче, Вась, тут на самом деле это речь идёт о политике, о том, что после того, как будет доказано о том, например, что Китай скрывал огромную значимую информацию, у людей появятся возможности экономического и юридического давления. То есть против определённых фирм или против китайского правительства, возможны международные иски с требованием компенсации и так далее. То есть мы наблюдаем за очередными выяснениями отношений между первой и второй экономиками мира. При этом, ещё раз говорю, на нас именно это выяснение отношений не повлияет никак. Есть другие выяснения отношений, вот они повлияют точно. Вот, кстати, удивительные для меня тоже были комментарии в этой ветке, что люди, которые не верят в природное происхождение этого вируса, пишут, что не надо и прививаться от него, что меня удивляет, ну какая разница в природопроисхождении этого вируса. Пистолет тоже, знаете, неприродного происхождения, но может наносить гораздо больше ущерб с одного выстрела. Точно так же и компьютерный вирус, тоже он неприродный. Ну всё правильно. Но этот вирус надо ставить, потому что, иначе ваш компьютер потом не будет работать. Если вы возьмёте, допустим, попьёте сок опиумного мака, у вас будет отравление или реакция на опиоиды естественного происхождения. И у этого отравления у вас появится возможность вас лечить препаратами, которые нейтрализуют опиум, допустим. Но вы можете взять синтетического происхождения опиума, синтетического, и препараты точно так же будут работать. Поэтому этот вирус искусственный или естественный, или естественный, но модифицируемый, никак нет. Главное то, что он вырвался и всех покусал. А способы защиты от этих укусов, они не зависят от того, кто и откуда этот вид вирус взялся. Это, к сожалению, так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова